Объясняем Если мы режем ножом, на котором есть зазубринки Сейчас мы вам покажем, в чем разница между обычным кухонным ножом Он рвет и падает, он не режет Еще раз посмотрите Посмотрите, как он рвет и падает Режем, оп, затяживается, рвет И дальше оно падает Когда он режет, оно не должно падать Всякий раз, когда мы видим, что есть какая-то зазубрина на лезвии, оно падает По закону нужно резать, а не рвать Мы сейчас пытаемся... А теперь нож для шхиты Смотрите, он режет намного лучше Даже только иногда, когда есть легкая-легкая зазубринка, он тоже чуть-чуть рвет Нужно знать, что найлон, найлон это не настоящая проверка Настоящую проверку мы покажем ногтем чуть позже Найлон более чувствительным, чем ноготь Но здесь мы четко видим на найлоне разницу между ножом, который режет и ножом, который рвет Это мы должны подчеркивать, что это только пример Покажем А теперь, как проверяют ногтем Центр ногтя Нервные окончания, они в стороне у ногтя Проводим вот так вот Тот, кто не умеет, не почувствует то, что я себя чувствую Да, но если он схватится со стороны моего ногтя, то он почувствует то, что чувствую я Возьми с этой стороны, с этой У нас не получается Хорошо, я, говорит, поставлю на другую руку Смотрите, как мы проводим по лезвию Я вас уверяю, что я действительно чувствовал Видите? Я говорю, я почувствовал здесь А я, говорит, мой друг Ицхаклейблой Практически не чувствую, потому что у меня эта сторона не сильная Я не чувствую Ты чувствуешь, говорит, больше, чем я Вот здесь Вот здесь я чувствую Я чувствую Я чувствую То, что ощущает твой ноготь Говорю я Очень хорошо Я почувствовал здесь И здесь И здесь Окей, вот здесь мы говорили, что это легкая зазубринка А вот здесь вот серьезные большие зазубрины Если прямо остальное ноготь, прямо аж дергается Ты чувствуешь? Здесь я чувствую, а здесь я не чувствую, говорю я Здесь я почувствовал очень сильно, говорю я Я с этой стороны практически не чувствую, говорит Ицхаклейблой А чувствовал, ты почувствовал? Вот здесь вот внизу я почувствовал больше всего Я не думаю, что это зазубрины, это просто изменение угла заточки Мы закончили устанавливать, то есть заточить нож Сначала теперь попробуем, насколько хорошо мы его заточили Это первая стадия, мы очищаем нож Специальная ткань Теперь проверяем ногтем У меня достаточно большой ноготь Я провожу ей по острию ножа Нужно проверить с трех сторон В середине В середине Астрия Туда, обратно, на правой стороне С левой стороны, туда, обратно Это и есть проверка ножа То, что я чувствую, это и значит Кошерный нож для того, чтобы зарежить животное или нет Если мой ноготь останавливается на секунду, а потом На мгновение, а потом продолжается Это однозначно не кошерно То есть это обязательно почувствует корова, когда будут ее резать Или курочка Но если это меньше, чем ноготь останавливается Вот здесь действительно мой ноготь останавливается Есть тут три места, которые требуют выяснения Здесь Здесь прям ноготь мой останавливается Здесь есть тоже что-то, но это меньше Здесь наверху нужно проверить Профессионал должен решить А внизу это однозначно не кошерное место Это называется Остановка ногтя И это тот критерий, по которому нож делается не кошерным Мы хотели сказать пример, показать здесь пример Каким образом на самом деле проверяют ножи для шхиты Вот вы можете здесь видеть Мы с представителями профессии пытаемся это сделать Большое спасибо 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 Спасибо